Всем привет! Сегодня я вам буду показывать, что я собрал из Лего. Лего это, если что, игрушка, из которой можно сделать абсолютно что угодно. Ну, что в голову взбредет, так сказать. Есть специальные наборы, а можно купить какой-нибудь там Лего Классик и просто в инструкцию не смотреть, ну или просто заглянуть и делать что-то свое. Например, у меня вот есть детальки. Но это, если кто-то не знает, что такое Лего. Смотрите, это вот такие детальки Лего. Они скрепляются друг об другом. И таким способом можно строить домики, например. Сейчас я вам покажу, что у нас строить. Кстати, у меня в кадре не все. Поэтому я сейчас приду. Так. Это у меня баскетбол. Здесь можно вытащить обойму. Ну, это как у пистолетов, но только это, типа, баскетбольный мячик. Мы закидываем его в катапульты. Ну, как? Это, наверное, скорее не этот. Стой, где? Я не пойму. Ладно. Короче, мы закидываем этот шарик. Ну, это футбольный, ой, баскетбольный, типа, мячик. Ну, это как там? Это задумывалось, как баскетбол настольный. Только я переделал его в свою игру. Здесь можно играть, что у каждого игрока, типа, 8 шариков. Ну, или до 8 попыток можно загадывать какое-то число. И вы должны здесь столько попыток, кто больше попадет. И смотрите, как это работает. Да. Вот так мы кидаем. Ой, упала. Короче, она должна залететь сюда. И она, по идее, должна здесь оказаться. Но они иногда вылетают. Но это такая вот проблема. Короче, думаю, с этим разобрались. И, кстати, это сделано все без механизмов. Типа, здесь все сделано именно по физике. Типа, вот это по удару какому-то там. Я не изучал еще в школе физику, но... Потом буду изучать, но я знаю, что такое есть. Так. Это истребитель. Это истребитель. Здесь, если что, в самой там этом... Как называется там... Наборе идет две инструкции. Ну, как две инструкции. Одна идет по ссылке специально там на мобильном устройстве. Это вторая версия, которая на мобильном устройстве. Ну, я ее собрал по ютубу, куда мы вообще будем выкладывать это видео. И вот такая вот модель получилась. Она, по-моему, стоила 600... Да, 600 рублей. Ну, 629 рублей. И я считаю, очень хорошая модель. Потому что, смотрите, здесь работает механизм. Как работает механизм, думаю, объясняй не надо. Здесь, типа, палочка. Я вкратце рассказывала. Типа, вот она вот так вот крутится. И вот так вот у меня крутится. И вот когда вот эти два колеса едут, типа, вот на этом не... Да, вам видно? Вот эта штука не едет. Типа, вот на этих едет, а на вот этих нет. Ну, на этом. То есть. И можно в первой версии, которая инструкция идет уже в этом, сразу в наборе, можно собрать кукурузник. Так, я сюда положу. Думаю, все, рассказал. А, ну, вам вид покажу. Думаю, никому это не интересно, но... Если надо. Думаю, за свои деньги очень хорошо. Еще у меня тут есть штука, которая за свои деньги очень хороша. Ну, а потом покажу. Это в наборе Лего Классик. Это вот, когда идет коробка, вот она стоит. Ну, вам не видно, но она вот стоит. Короче, это из Лего Классик. Лего Классик стоит очень выгодно, я считаю, потому что там очень много деталей. Деталек. Две тысячи рублей стоит. Очень много, конечно, достаточно много, да. Но деталей очень много. И они все оригинальные, поэтому я считаю, очень круто. Это у нас, типа... Блин, я забыл, как он называется, но... Ну, вот такой вот он, короче. Так. Это... Короче, в инструкции, если что, вот этой штуки нет. Это если вам надо. Но это тоже из Лего Классик детальки, поэтому можно это дополнить. Сверх, как-то, слишком... Я, там... Подождите, да. Да, очень так. Да, вот так. Нормально. А вот. Это, как я понимаю, мишка. Такой мишка. И он, типа, засыпает. Или спит. И вот кириться надо. Ой. Ну, как подклеить. Не подклеить, а... Скрипить. Все, я скриплю. Так, это я пока что тут, сюда. Так. У нас остался Фрог. Русский... Русский язык. Лягушка. Лягушка тоже достаточно прикольная. Мне нравится. Мне нравится очень. Она тоже из Лего Классик. Так. Давай-ка перейдем к этой штуке. А это у нас подставка для карандашей. Пример. Сейчас покажу. Ну, конечно, это не карандаши, но это тоже всегда может стоять. И они стоят у нас с карандашем. Конечно, штука очень дорогая, но для любителей Лего можно заказать. Потому что, ну, в тысячу рублей это очень многое считаю. Потому что, мне кажется, легче просто заплатить двойную цену и купить Лего Классик. Но, кто хочет, может купить. Номеровку этого я не знаю. Но, можно вбить там подставка для карандашей Лего и его найдется. Кстати, здесь откроется вот эта штука. В принципе, дизайн хороший. Если что, здесь должны быть белые кубики. Это я сам здесь. Напомню, просто они мне понравились. И я их, к моим деталям. Просто, ну, поймите, Лего, оно так и работает. Так. Вот я сюда положу. Так, у нас осталось еще, как это называется, два набора. Это я сам собрал, если что, простите. Так. Что это? Это у нас спиннер. Спиннер, это если что? Такой устаревший тренд. И вот, я его повторил только из Лего. Только, мне кажется, я его очень давно должен был повторить. Но, дома тоже нет проблем. Короче, я когда его кручу, вот видите, здесь работает огнеток. Так, вот это вот, вот эти колеса, они поставлены здесь, чтобы, где сделать, вот так вот. Ну, это чтобы определить, кто вода. А еще можно вот так вот, взять. Прикольно. И это я сделал сам. Типа, в интернете вы такого не найдете, но достаточно легко делается. Так. Смотрите, это у нас Дракс. Драксы. Это специальный набор. Вторую часть набора я не собираю, потому что, думаю, мне это не надо собирать. Потому что там не встает на дыбы. Кстати, про дыбы. Это если что, когда машина вот так. Короче. Эти машины в реальной жизни на 7000 лошадиных сил. Да. Они очень быстрые. Я в шоке вообще. Я сам не знал, что они на этот. Ну, на вот этот. На эту скорость. Это я сам не слышал, что закрепил. Здесь у нас есть огромный спойлер. У нас вот эти штуки, чтобы дыбы. И, кстати, вот эти вот, они реально, как в реальных машинах Дракс. Как в реальных машинах. Типа у них реально колесо максимум 2 сантиметра. Это очень много. Нет. Это не очень много. Очень мало. Это я сам добавил. Типа здесь вот огонек. Он должен быть здесь вот быть. Но. Ладно. Я считаю, это самая выгодная штука. Потому что она стоила 1286. Но так-то это со сколько я покупал. А так-то она сейчас стоит 100-300. Где заказывал, не буду гузы говорить. Думаете? Ну, просто рекламить я не хочу. Надо. Так. Сейчас я вам это в светофор в комплекте. Так. Гончика я тоже сам добавил. Так. Смотрите. Почему я считаю, что он самый выгодный? Не потому что здесь две модели. А потому что... Блин. О, еще что? Подождите. Смотрите. Потому что, смотрите. Меня удивило то, что он стоит на дубах. Смотрите. Он чуть не уехал. Он чуть не уехал. А еще мне понравилось то, что он очень быстрый. Смотрите. Не, он реально очень быстрый. Смотрите. Я сейчас его разгоню. Чтоб побыстрее. Все. Смотрите. Очень быстрые колеса. Очень быстрые. И он встает на дубы по физике, но... Думаю, вам не надо объяснять, какие там физические. Но, если что, это просто здесь веса побольше. Здесь вот эта с тяжелоскотшей штука. Колеса огромные, спойлер. И, короче, поэтому он встает на дубы. Даже если я его вот так ущу, смотрите. Вообще, я реально чуть не улетел. Прям на грани был. Но... Думаю, с ним можно заканчивать. Но так-то он очень быстрый. Он очень быстрый. Типа он может всю комнату проехать. Не, я в этом не сомневаюсь. Потому что, когда я его просто вот по полу вот так вот разгоняю, то он может доказать за это дверь. И быть на еще большей скорости. Думаю, то, что он... Сколько здесь метров? Ну, думаю, где-то 7 метров, 8, 10. Не знаю, вот 10 метров где-то вот длина комнаты. Думаю, он сможет это проехать. Но не уверен. Поэтому не вертся словам моим. Так, лучше не представить. И если что, там есть вторая серия. И это только первая серия. Так, сейчас, сейчас. Но, это самый лучший конструктор, который у меня сейчас стоит. Он сейчас 8300, его мне подарил Деда Мороз. Не, я реально верю в Деда Мороза. Ну, что здесь такого? Ладно. Спойер, если что не так выглядит, это я его там просто перестроил, он там немного сломался. Короче, я не буду вам раскрывать пока что фишку. Смотрите. Здесь есть... Какой-то... Как это называется? Короче, источник питания. Здесь 6 батареек. У меня стоит уже. Здесь... Здесь провода, как вы видите. Сейчас... Откуда идет этот провод? А, вот. У нас стоит вот такой вот блок. Потом расскажу, зачем вот эта черная штука. Здесь у нас проводится пароль. Или как это называется? Короче, вот этот вот кабель, он проходит вот в эту штуку. Он передает энергию. И вот этот кабель, он идет вот сюда. Он заходит вот сюда. А вот голубой кабель уже заходит вот сюда. И у нас получается то, что передние колеса ведущие. На другой модели этого, если что, вторая... Вторая модель. На первой модели там... Я ее тоже собирал. Там этот как-то... Задний ведущий. И вот, короче, вот эти работают. Благодаря этому здесь притянут вот такие вот штуки. И они благодаря этому крутятся. Это все без этого. Без дачка. Так. Думаю... Я вам покажу сейчас. Так. Что это? Я сам добавила. Вот эти огоньки. Он на гусеницах. Вот эти вот пимпочки, они... Я их заказывал отдельно. 400 рублей за 100. Если их поставить не в каждую... Это я... Я их здесь всего гусениц 120. Что, да? Да, 120. И в каждую не сможет. А, это не гусеница 120, а вот этих пимпочек. Ну, именно, куда вставлять вот эти можно. А гусеницах 60. А если в каждой гусенице по 2, это умножение на 2... А, это 160... Что? 100... Аааа... 120? Аааа... 120 у нас получается. И получается, что 120 пимпочек. Ну, думаю, заказывать 200 пимпочек, чтобы они потом валялись. И потратить при этом стоимость вот этого набора с 200, остатком, думаю, не надо. Поэтому это я сделал для лучшей проходимости. Это не обязательно заказывать. Там не заставляют вас что-то. Так. Сейчас я вам расскажу... Здравствуйте. А, вот эта штука... Ну, ладно, потом сделаем. Смотрите, эта штука, как вы видите, здесь есть такая же. Она передаёт сигнал вот сюда. Благодаря чему здесь начинает работать этот... Ну, короче, смотрите. Я включаю, значит, батарейки надо. Вот, видите, там, где-то зелёное. Так. Смотрите. Я на пульсе нажимаю газ. Ой, может, ну, 360 поворачиваться. Очень круто. Ой, ё-моё. Вот так вот им управляется. И вот так вот он едет. Сейчас я попробую сделать какое-нибудь препятствие. Ну, вот, не знаю. Сейчас. Блин, я даже не знаю, какое можно сделать препятствие. Ладно, сейчас подождите. Ну, что-то сейчас тяжело. Давайте вот это. Вот, смотрите. Камню... Ну, вот, короче. Я его тестировал на пледе. И он плед очень шикарный попёр. Он реально очень хорошо его сделал. Он прям вот взял и залез. Но задом он не смог. Ну, ладно. Думаю, сейчас можно уже говорить всем пока. Поэтому сейчас посмотрю. Ничего я не забыл. Да, ничего я не забыл. Думаю, можно уже прощаться. Поэтому всем пока! До новых встреч на канале! Субтитры сделал DimaTorzok